Всем привет и приветствую вас на канале Денчик Заценит вместе с Собакеном. Если ты еще не подписан на канал, подписывайся, я буду рад, Собакен будет рад. Сегодня у нас что-то будет такое интересненькое, но я думаю, что все, наверное, помнят такой фильм, как Восставший. И вот выходит по счету 11 фильм, Восставший из ада. Выйдет он 7 октября 22 года. Я думаю, что все помнят, и точно знают, что первую часть я смотрел где-то в 95-96 году, плюс-минус, на кассетах еще, на видеомагнитофоне, я думаю, что многие помнят, да? Фильм был просто пушка-бомба, мне офигенски нравился, и до сих пор я еще могу первую часть, я точно могу посмотреть, и я ее посмотрю, а не в телефоне залипать буду или еще что-то. Вторая, тридцать, четвертая часть тоже были, они, правда, становились каждая часть хуже и хуже, но это были очень хорошие фильмы, это были хорошие ужасы. На те времена это было вообще просто пушка-бомба фильмы, так же самое, как первый Джипперс Крипперс, да, и второй Джипперс Крипперс тоже был неплохой. И этот фильм, я когда увидел, я сразу понял, что мне надо снять на него реакцию, потому что я хочу знать, что будет. Сразу говорю, что начиная с пятой части по десятую часть, фильм гамно, реально гамно, мне не нравился ни один из фильмов, но я их посмотрел, я каждый посмотрел сначала до конца, это все-таки в оставшие из ада, это такой культовый фильм, франшиза, как его еще назвать, да. И, короче, фильм будет про то, как там один мужик покупает на восточном базаре старинную шкатулку, зажигает свечи, типа гласит легенда, что те демоны, не демоны, синобиты, которые живут в этой шкатулке, владельцу могут предоставить неописуемые наслаждения. Ну и Фрэнк не мог, короче, предложить, что это загадочная шкатулка, ключ, как вы думаете, куда, к чему, конечно, к вратаму и зада. Это же понятно, это же у оставшие из ада, правильно. Я так и сам думаю, ну что, собакен, давай смотреть трейлер. Точно? Давай посмотрим, что все выйдет из этого фильма, одиннадцатой части. Одиннадцатого фильма, я не говорю, что это одиннадцатая часть, это одиннадцатый фильм, потому что, ну, он вроде как по частям где-то, вроде как нет, это так, ну, так вот, просто вот так вот. Покушать, приятного аппетита, кто смотрит, приятного просмотра, а мы поехали. Кстати, рейтинг ожидания 8.2, это много, это реально много. Трелли пока мне нравится. Так, если я решу ее, то получу приз? Именно. В чем заморочка? У нее шесть сторон, шесть конфигураций. Она открывается и ранит тебя. А потом приходят они. Время пришло. Вас ждут еще большие наслаждения. Мы хотим, чтобы вы продолжали кормить ее. Их кровь. Их боль. Все это для нас. О чем ты молишься? Прикольно. Восставшие из Ада. Озвучено специально для канала в рейтинге. Что я могу сказать? Трейлер получился неплохой. Я думаю, что с возвращением этой франшизы. Потому что я думаю, что от этого режиссера многие смотрели фильмы ВХС, да, трилогия. Это тоже этот режиссер снимал. Они довольно-таки неплохие, по-моему. По-моему, неплохие получились у него. Я думаю, что посмотреть все-таки, наверное, стоит. Что ты думаешь? Собакин говорит, что да. Хочет посмотреть и первую часть. А то ты тогда еще не был. На этом свете, когда я смотрел первую часть. Правда? Да, я думаю, что, наверное, может быть, даже многие, кто сейчас трели смотрел, даже не предполагает, что есть существование, существуют книги. Поэтому эти фильмы сняты по книгам. Я думаю, что вообще, знаете, что я хочу посмотреть все части. Надо будет, наверное, посмотреть до того, как выйдет этот фильм. Ну, реально, блин. Я думаю, что вернут из прошлого этот фильм будет офигенский фильм. Потому что это, наверное, был... Ну да, Джиппер Скрипперс и восставшие из ада. Это те ужасники, которые, ну, в детстве в нашем были реально ужасниками. По крайней мере, те, которые до 2000 года фильмы. Поэтому... Да? Подписывайся. Если не на меня, то Собакин будет рад, если ты подпишешься. Правда, Собакин? Конечно, будет рад. Он будет больше трейлеров смотреть. Он будет каждый трейлер тогда смотреть, который будет выходить. Сколько можно будет по возможности. Правда, Собакин? Только, знаете, мы расстанемся с Собакином... А, нет, мы не расстанемся с Собакином. Здесь есть дырка. Как она будет полная, я вытащу через дырочку. Собакин будет с нами. Вечно. Я надеюсь. Да. Подписывайся, ставь лайк. Ну и до следующего. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok